Спортивная обувь впервые появилась еще в древние времена. Но с созданием резиновой подошвы с протектором в начале 20 века, эта концепция приобрела дальнейшее развитие. Эта обувь на резиновой подошве была легкой, удобной и бесшумной. Мы называем ее кроссовками. Улучшение дизайна спортивной обуви привело к ее более широкому использованию. Ее теперь носят везде. С помощью гидравлического пресса этот рабочий направляет сапожный нож для вырезания деталей для верхней части кроссовка. На следующем участке он вырезает носок кроссовка. Носок – одна из многочисленных деталей, придающих форму и структуру синтетическому верху кроссовка. Разложив детали носковой части кроссовка на неприлипающем подносе, эта работница кладет на них полоски термальной смолы. Она накрывает поднос неприлипающей тканью. Затем ставит его под чугунный пресс. Смола плавится и, проникая в кожу, делает ее более жесткой и крепкой. Другая работница штампует номер модели на заготовке пятки кроссовка. Затем кроссовок направляется на пошивочный участок, где работница пришивает к верхней части кроссовка отражатель. Для других отделочных элементов нужны более деликатные швы, и она раскладывает детали на компьютеризированной платформе. Платформа движется вперед-назад, и игла идеально пришивает отделочные элементы к верху кроссовка. Сделать такой шов вручную было бы просто невозможно. Когда основные детали пришиты, пора пришить и светоотражающий логотип. И опять игла направляется к компьютерной программой. Теперь верх кроссовка готов принять укрепленный смолой носок. И работница его пришивает. Затем она сшивает воротник и пришивает его к задней части ботинки. Внутрь воротника вставляется толстый пенопленовый уплотнитель. Она выворачивает его наизнанку, чтобы аккуратно убрать уплотнитель и спрятать шов. Пришитый воротник закрыл две верхние дырочки для шнурка. Она снова пробивает их пневматическим перфоратором. На следующем участке компьютеризированные иглы вышивают на язычке кроссовка название бренда. Другая работница пришивает к язычку подкладку и уплотнитель. Чтобы спрятать шов, она делает это с изнаночной стороны. Другая работница пристрачивает на кроссовок тканевую основу. К заднику кроссовка она пришивает твердый пластик, который поддерживает его и придает ему форму. На следующем участке работница натягивает кроссовок на форму ноги, называемую колодкой. Предварительно кроссовок нагревается, чтобы он стал более податливым и натянулся бы на эту колодку. Одновременно форсунки приклеивают нахлёст к тканевой основе. Затем агрегат нагревает верхнюю часть кроссовка и его резиновую подошву. Высокая температура активизирует клей, нанесённый ранее на подошву, и подготавливает верхнюю часть для соединения с подошвой. Сначала они соединяются вместе вручную. Затем кроссовок подвергается механическому давлению. Внутри этого агрегата резина расширяется, и обе детали кроссовка намертво соединяются. Затем внутрь кроссовка устанавливается стелька с выгнутым супинатором. Он частично зашнуровывается, а потом связывается со вторым кроссовком. Контролёр внимательно осматривает оба кроссовка на предмет каких-либо дефектов. На изготовление этой пары кроссовок ушла 21 минута. Теперь они выдержат любые физические упражнения. А значит, они готовы покинуть фабрику и найти себе хозяина под стать.